Это не глупости, это большинство так думают. И моя задача через эти видео пробудить всех одним разом. Я хочу, чтобы вы сами в себе разобрались, сами себе позадавали вопросы. Не у меня ты спрашивала, как к нам ко всем обращаться, а сама определила, как к нам ко всем обращаться. Сама. Это только программы, и роботы не могут сами себя перепрограммировать. Их может только программист перепрограммировать. А ты можешь. Ты сама можешь вернуть себя в другое русло. Сама. Самообразованием заняться. А ты как хотела. У тебя пляпы готовы? Да. Сложные воробьи повылетали, а слов нету. А образы наложены. Похожие реквизиты. Но на самом деле они кардинально различаются. Например, дата рождения. Никто никогда не говорит, приходите ко мне на дату рождения. Опять все слеплено в единый комок. Взяли глину черную и белую, и вот так вот слепили, и получилось серое. Вот это ты. Вот твой самый главный этап. Непройденный. Абсолютно. Дать понять, что за персоной стоит живой человек. Расписаться определенным образом. У него знаний не было. Он не самоопределился. Он не растождествился. Важно, что они знают, не знают. Главное, чтобы вы это осознавали. Забудьте про них. Твоя ошибка в том, что ты пытаешься разобраться в них. Мы не в себе. Ты видишь, ты в себе не разобралась, а тебя интересует, кто здесь собрался. Так я о том же. Растождествись. На тебя невозможно протокол составить. На тебя идет атака, а ты ничего не делаешь. Ты даже щит не выставляешь. Дата рождения указана. Все. Раз пробили. Похоже. Вот. Точно она. Все. Форма 1П. Поехал. А четверых не смогли определить. И они их отпустили. Но у тебя есть прогресс. Ты уже говоришь персональные данные. Народ-то созрел, но не дозрел. Путь ясен. Растождествится. Это первое, на чем всем вам нужно трудиться. Он меня специально провоцирует. Антон Николаевич. Так что ты морешь? Он в сумке лежит. Как ты можешь оживиться, если ты помирать собралась? Атмосфера другая. Образы отрицательные не витают в воздухе. В эфире. Никто тебя не обманывал. Это был необходимый жизненный опыт. Знания даются через прошение «Я». Ответ придет рано или поздно. Все знать не обязательно. Важно знать ключевые моменты. Делать ничего не надо. Не надо вытащить. Не надо ничего переворачивать. Не надо себя перепрограммировать. Надо осознать. Это намного проще. Главная задача – растождествиться. Крошка-енот. Мультфильм. Посмотрите. Я о том же говорю. Я недавно его видел, этот мультфильм. Но мне недавно о нем напомнили. Я к тому же пришел. Смотрите. Вон зеркало. Там отображена по одной оси, отраженная в обратную сторону, наша реальность. Что с нами сделали? Что за... Никто с тобой ничего не делал. Ты сама себя сделала такой. Ты сама на себя образы сейчас накладываешь. Ты ничего не слышишь? Я слышу. Что с нами сделали? Мы вообще рот потеряли свой. Это ты сама с собой сделала. Это не было нужно было учить. Стой. Ты сама можешь вернуть себя в другое русло. Сама. Самообразованием заняться. А ты сама на себя накладываешь определенные образы. Вот самообразование у тебя идет не в ту сторону. Ты сама на себя накладываешь негативные образы. Вот сейчас детей нужно этому учить. Да ты сама себя сначала научи, прежде чем других учить. Да я других не собираюсь учить. У меня дети взрослые. Они уже сами так разберутся. А кто будет детей учить? Родители у них есть. А ты что, не будешь учиться? Тебе это не надо? Нет. Я за себя... Я не про себя. А почему не про себя? Опять стадия увядания. Мне уже наплевать на себя. Я увела. Я по мере своих возможностей... А чем ограничены твои возможности? Не знаю я. Образом увядания. Не знаю я, чем они меня ограничены. Образом увядания. Буду пытаться. А? Буду стараться пытаться. А так я не знаю. Так пытаться или стараться? И стараться, и пытаться. А чем эти слова отличаются, знаешь? Нет, не знаю. Надо узнать. Прежде чем говорить. Ты посмотришь, сколько мы должны знать. Ты понимаешь, как мы так далеко. А ты как хотела. У тебя пляпы готовы? Да. Там пляп, тут пляп. Вот. Там ляпнула. Так мы и сляпались все. Сплошные воробьи повылетали, а слов-то нету. Я. А слов-то нету. Сплошные воробьи повылетали, а слов нету. А образы наложены. Вот уж. По методу Шичко надо себя перепрограммировать. Не надо себя перепрограммировать. Надо осознать. Еще раз возвращаемся опять к этому стадии самоопределения. Растождествить себя с персоной, персональными данными, с бумажкой, с паспортом, с актовыми записями, со свидетельством о рождении. Как это делается? Опять же, при первой встрече в судах полицейские всегда начинают устанавливать личные данные персоны. Если вы начинаете отвечать за персону, они как говорят? Вот есть такие так называемые реквизиты, что у человека живого, что у персоны. Похожие реквизиты, но на самом деле они кардинально различаются. Например, дата рождения. Они спрашивают всегда дату рождения, не день рождения. Человек родился в день рождения. У него есть день рождения. Раньше писали свидетельство о рождении. Вон я смотрел эти императорские всякие. Выписывали справки. Там написано, ну допустим, 14 день. Прямо написано цифрами 14, потом тире день, месяца июль. Буквами написано, прописью. Да, 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 так пишут. И потом могут цифрами год написать. Года от Рождества Христова могут просто год написать цифрами. Но сам факт, что пишут именно дня, 14 дня. То есть, это не дата. А дата рождения есть только у персоны. У персоны нет дня рождения. И это проверяется элементарно. Я зову вас к себе на день рождения, а не на дату рождения. Никто никогда не говорит, приходите ко мне на дату рождения. Потому что живые люди так не говорят. А дата рождения есть только у персоны. И вот через эти ключевые, как говорится, реперные точки, они производят то самое слепление персоны и человека. Когда человек начинает отвечать за персону через вот эти каналы, которые они открывают. Вот через дату рождения, если ты называешь дату рождения, все, ты уже открыл этот канал, и ты сам себя уже встал за персону и отвечаешь за персону. То есть, ты за персоной становишься. Ты говоришь, моя дата рождения такая-то. Хотя на самом деле у тебя нет даты рождения. Можешь остановиться? Хорошо. Я говорю. Геро-офицер. Кто? Геро-офицер. Я всегда к ним обращаюсь. А что это такое? Не видать... Дорогой называется, дорогой офицер. Значит, вот тут в протоколе написано дата рождения. Он мне спрашивает. Дата рождения, тетка. Я говорю. Ну, наверное, день рождения. Ну, он услышал от меня. А в протоколе же так и написано дата. Я что, должна зачеркнуть вот это слово дата? Он же не зачеркнет это. Давай разбираться еще раз. Дата рождения, чей реквизит? Персоны. Ну. А к тебе он какое отношение имеет? Ну, правильно. Я же его и говорю. Я не персона. У меня день есть. А он говорит, да пошла ты, тетя. Чего ты тут мне втираешь? Про какой-то день, про какую-то персону. Я тебе сказал, вот это говори. Значит, ты говори. Твоя ошибка в том, что ты все пытаешься разобраться в них, но не в себе. Нет, хорошо. Я ему сказала так, как надо. А он записал так, как ему надо. Что делать? Ничего не делаю. Пускай пишет, как хочет. Ну, и дальше. Ничего. В чем проблема? Как раз действиться через вот эту бумагу? В протоколе фигурирует слово «дата рождения». Ну, все правильно. Так это же дата персоны. Дата рождения персоны. А как он зафиксирует, что я ему сказала? Так ты и говори ему, да, дата рождения персоны такая-то. А, дата рождения персоны. Ну, конечно. Растождестви себя с персоной. Он тебя спрашивает, твоя дата рождения. А ты ему говоришь, дата рождения персоны такая-то. Я считаю, что он должен записать мои слова. Дата рождения слова «персоны». Так протокол на кого составляется? На тебя или на персоны? На персоны. Так а при чем тут ты-то? Опять все слеплено в единый комок. У тебя персона и ты. Вот она, блин. Взяли глину черную и белую. И вот так вот слепили. Получилось серое. Вот это ты. Ты когда разделишь себя с персоной-то? Вот твой самый главный этап. Не пройденный. Абсолютно. Это самый первый этап самоопределения. Они не будут на живого составлять протокол. Они на живого человека никогда не составят протокол. Это невозможно. Но на персону составят. А вот по протоколу же составили на людей? Да, составляют, да. Ну, выход какой? Дать понять, что за персоной стоит живой человек. Расписаться определенным образом. Это... Я вот сейчас недавно в интернете посмотрела короткий ролик. Мужчина тоже, по-моему, он, я не знаю, ли с тобой разговаривали. Не знаю. Не помню. Значит, тоже представился там по МАЗ по 20.6.1. И он представился и все записал так, как надо. Себя разделил от персоны. Вот. И говорит, меня привезли в суд. Судья на ходу там что-то там ему сказала, ты виновен. Вынесло определение. Выписали ему штрафы. И ничего на него слышать не стали. Это кто? Где? Что за видимость? У меня? На канале? Да, у тебя на канале там. С кем-то ты созванивался. А. И ты считаешь, что он живой мужчина? Ну, не знаю. Он же сказал, что я все сделал так, как надо. Нет. А меня даже слушать не стали. А он разговаривал примерно так же, как и ты. У него не было четкого сознания. И самое главное... Что? Рангстер. Вот видишь, правду говорит. У него не было растождествления. Он говорил то, чего не осознавал. Точно так же, как и ты говоришь. Не осознавая, что ты говоришь. Они это увидели. У него нет. Возвращаемся к стадиям самоопределения. Первое. Растождествиться. Второе. Самоопределиться. Кто ты? Третье. Получить знания. У него знаний не было. Он не самоопределился. Он не растождествился. То есть, три этапа он не прошел. Потом осознайте эти знания полученные. Четвертый. И пятое. Это применить их на практике. Он четыре стадии пропустил и пошел сразу в пятый класс. Что ему там? Вот придет ребенок в семь лет, сразу в пятый класс. Какие у него оценки будут? Да его вообще выгонят. Скажут, о чем с ним разговаривают? Он даже писать не умеет. Хорошо, но еще один вопрос. Осознать знания полученные. Когда составляют протокол, и я не хочу говорить им про себя, ничего, имею право хранить молчание. Про кого? Про... не про персону. А про кого? Про себя? А ты должен... А, кстати, а я... 51 статья, я про кого именно брала хранить молчание? Про персону или про себя? Перечитай статью. Там написано против себя. Перечитай статью. Там написано ключевое слово. Каждый. А что такое каждый? Каждый. И в этой прошуле везде написано. Любой. Никто и каждый. Любой. Каждый. Каждый это любой, да? Да. Поэтому человек может ссылаться на 51 статью. На ихнюю 51 статью. Там уже не сказано, каждый гражданин имеет право. Или каждое физическое лицо. Там сказано, каждый. Зависло? То есть, они знают, те, кто составлял эту статью, они знают. Да не важно, что они знают. Еще раз повторяю. Нет, они важно, что они знают, не знают. Главное, чтобы вы это осознавали. Забудьте про них. Хорошо. Каждый. Любой. Смотри. Говорю, не хочу. Храню молчание, чтобы против меня, значит, ничего не было. Они говорят, ну, пошли, дорогая, в этот. Повезем тебя в отделение. И там установим, ты кто. А, нет, тут написано, никто. Не обязан. Сидеться так. Кто такой никто? Странное такое название. Слово подобрали. Ну, если ты сразу не называешься никакие персональные данные и не говоришь, какого имени ты хозяйка, вообще ничего не называешь. Получается, ты никто. Ну, и никто не обязан. А они говорят, поехали в отделение, мы там себя учимуем. А вот тут надо пересматривать лекции о самостоятельной правозащите. Что надо делать, как делать. Тут тоже определенные знания нужны. Это вот третья стадия. Получить знания. Вот здесь нужно. Когда они начинают беспределить. Потому что они действуют строго на основании знаний. У них есть четкие инструкции. Вот эти инструкции, это их знания. У них нету расстоятельствления, у них нет самоопределения. У них есть только знания. У них нет осознания этих знаний. Потому что они сами понятия не имеют, что там написано. Им начальник приказал, им поставили инструкцию, прошили. У них есть определенная программа. Вот как есть прикол. Действуют по программе А. Когда у нас начинались три года назад, видеопоходы. Мы кому-нибудь разговариваем, они что-то тормозят. И я говорю, ну понятно, действуют по программе А. Программа А не найдена. Еще программу Б. Программа Б не найдена. Действуют по программе А. Еще раз, Артур, для взаимных. Я не поняла. Поставляют на меня протокол. Опять на тебя. Ну, давайте закреплять урок. Так я о том же. Расторжествись. На тебя невозможно протокол составить. Меня спрашивают. У меня спрашивают. У тебя спрашивают, да. Дата рождения. Дата рождения. Я говорю, не хочу отвечать. Имею право молчать. Они говорят, место рождения. Не хочу отвечать. Имею право. Хранили молчание. Да. Они говорят, нет у них этого планшета. Не могут они, значит, позвонить кому-то. Не могут по форме B1 установить. Ничего не могут. Вот. Ну, говорят, поехали с нами. Что мне садиться с ними ехать? Ну, если не поедешь, 19.3. Они обязаны тебя задержать для установления личности. Ну, и так они могут. При определенных основаниях. Их и четыре. Да. Ну. Если что, ориентировка, да. Об этом я говорил в лекции. Нет, не понимаю. Привезли меня туда. Ну, допустим, привезли. И что? Вот. Ну, и опять. Я говорю, я имею право хранить молчание. Они говорят, ну, молчи, а мы в форму B1. Они запрашивают форму B1 и все вписывают. Ну, если ты проявляешь невежество, ты отказываешься от защиты своей персоны. Отказываешься от взаимодействия с данной системой. На тебя идет атака, а ты ничего не делаешь. Ты даже щит не выставляешь. Не то, что мечом там помахать, но образно говоря. Что я должна делать? Тоже сидеть молчать? Применять знания. Я тебе говорил об этом. Три видео заснял об этом. Как самостоятельно защитить себя и свою персону. Подожди. В целом о персоне ты мне скажи именно конкретно вот этот промежуточек. Где устанавливают вот эти вот самые установочные данные? Ну, ты имеешь в виду, что будет, если ты вообще имя ничего не назовешь? Если я не назову установочные данные, дату рождения, место рождения, фамилия, имя, отчество, персоны. Пусть сами заполняют. А потом я уже... Они не смогут заполнить. Они не смогут составить протокол. Они предпримут все возможное для того, чтобы установить персону. Я сказала. Чтобы я что-то сказала. Ну, это раз. А если ты не говоришь, что делать? Ну, я так полагаю, они должны позвонить в паспортный стол, запросить форму П-1. На кого? На персону. На какую персону? Предположительная, которая вот с ними рядом сидит. Так вы же молчите. Какую персону? Имя, отчество, фамилия? Установочные данные нужны? А что это скажи? Ну, не называй. Они что, бить мне начнут? Есть такие случаи, что бьют. Есть случаи, что фотографируют на личный телефон. И ВКонтакте есть сервис, найти по фото. ВКонтакте ищут, в Фейсбуке, у Гугла есть функция найти по фото. Ищут, смотрят, а имя, отчество, имя, фамилия есть, дата рождения указана. Все, раз пробили, похоже, вот, точно она. Все, форма 1П, поехали. То бишь, если я молчу, они мне фотографируют и отправляют туда. Фотографировать и дактилоскопию. Могут через дактилоскопию. Кстати, дактилоскопия, это прописано у них в правилах. Они имеют право дактилоскопировать только в случае, если невозможно установить личность. И есть основания подозревать, то ли совершил административное правонарушение. То есть, уже даже при административке они сами себе прописали, что они имеют право дактилоскопировать. То бишь, лучше сказать данные бессонны. А что ты их скрываешь-то? Смысл их скрывать? Ну, если там написано, там, клое 51, типа, имею право хранить молчание, почему бы не похранить ее? Молчание-то это. Ну, типа, пора вновь идти. А как поработать? А поработать себе надо. Ясно, ясно. Я тебе расскажу случай, вот то, к чему ты клонишь. Есть такие случаи, когда люди специально, которые именно тему живых тестировали, они специально, как сказать, не провоцировали полицейских, но специально отработали вот этот путь. Когда их случайно задержали в магазине, там, я не помню, то ли по маскам, то ли еще почему-то, они специально решили протестировать вот этот путь. Полного абсолютного молчания. Попробуйте сами найти, установить. Их было человек семь, что ли. Так вот, четверых, по-моему, ну, какую-то часть из них каким-то образом определили, я не знаю, там, по фото, по видео, как-то распознали лица или биометрию они когда-то сдавали, или еще что-то. Либо где-то неосторожно имя друг другу сказали, а они услышали. То есть, между собой общались, сказали, а те раз, а имя есть так, примерный возраст, там, 60-е, 70-е, пробили, пробили, пробили. О, вот этот похож. Кого-то нашли. А четверых не смогли определить. И они их отпустили. Все. Ну, а вот присутствующим понятно про себя защищать? Ну, я три видео записал. Неужели не ясно? Вот меня, видишь, этот вопрос волнует. С первоначальной, три позиции. Не, мы просто договорились же, чтобы сначала обучение пройти. Просто вот с этого дня мы можем обучаться каждую неделю. Я считаю, это очень главное. Нужно разобраться. Что, подожди, подожди, что самое главное по твоему мнению? Начало протокола. Да нет, договорились. Антон же сказал, мы же проходим сейчас вот пять стадий. Раз, то ж, действ, ленинг. Ты даже не записала. Тебе это неинтересно. Первый пункт какой? Вы не торопитесь, бейте паровоза. Первый пункт какой? Извините. И что? На пути самоопределения. Пункт первый какой? У меня самоопределение? На пути самоопределения. Я не говорю. Ну давай вопросы, потому что, во-первых, я не могу тебе сразу вот так отвечать, как, знаешь, на уроке. Ну-ка встаньте, ответьте мне, что там было. Можешь не вставать. Давай дальше. Подожди, ответь. Что это такое? Отделить вон к стакану от телефона. О, ты отделилась? Пока нет. Опять? Ну у тебя есть прогресс. Ты уже говоришь персональные данные. Я же еще думать буду. Я думать буду. Это все, поговорим, поговорим. При чем тут Чапай? И тут надо это переварить, это все. Говори осознанно. Дальше. А то тут мы с твоей, это, люди держим. Так вот я тебе говорю, нет смысла дальше продолжать обучение до тех пор. Вот я назвал видео. Правовая самозащита. Да, самостоятельная правозащита. Или народ созрел. Народ-то созрел, но не дозрел. Вроде созрели, да, хотим получать знания. Но куда двигаться, как двигаться, они не понимают. Многие эти три лекции до сих пор, ну, некоторые посмотрели, некоторые не смотрели. Некоторые по несколько раз посмотрели, но понятия не имеют. И не смогут применить даже на практике часть тех знаний, которые там донатят. В этом проблема. А проблема кроется в том, что... Ты зафиксировала все твои... Да, молодец, молодец. Все твои видео. Но ты не сможешь это все применить до тех пор, пока ты не пройдешь четыре этапа. Пятый это применить, действовать. А четыре ты не прошла, ты даже первый не прошла. Вот первое, растождествиться, самоопределиться, получить знания, осознать эти знания, а потом только действовать. Мы потом можем, после вот этого обучения, мы можем даже разбиться по парам, потренироваться. Потом можем даже взять, распечатать протокол, заполнить у них, как необходимо. Но это потом, не надо. Мы уже разбились по парам, это моя пара. Что это? Моя тоже. Как в буддизме, значит, благородные истины. Нужно сначала осознать, что ты болен, страдаешь. Так, народ, народ, одновременно не говорите, пожалуйста, я потом плеваться буду. Ты там смотри, не вздумай, мои речи. Как ты не вздумай, как ты не вздумай. Интернет выкладывай. Как ты не вздумай, я же сказал, запись ведется. Не разрешаю. В смысле? Нет. А что, я просто так, что ли, обучение провожу? Ты там свое разговор. Тогда больше не разговаривай со мной. Здрасте. Здрасте, я без тебя буду проводить обучение. Я что, потом каждому буду сто раз одно и то же разъяснять? Ну, ты же не лично мне рассказываешь. И тебе, и всем. Ну, а что ты боишься? Не, ну там такие глупости, я говорю. Какие глупости? Это не глупости, это большинство так думают. И моя задача через эти видео пробудить всех одним разом. А не созваниваться с каждым по 500 раз в день, это и разъяснять одно и то же. Что там, сцена, что ты там, тетка придурочная, какие-то вопросы. Да ничего не придурочная, в самый раз. Ну, ладно, дальше. Ну, путь ясен. Растождествиться. Это первое, на чем всем вам нужно трудиться. У меня растождествление произошло. Он меня, Костян, тренирует постоянно. Да-да. А что... Антон Николаевич, я сижу молчу. Антон Николаевич, я сижу молчу. Не всегда. Ну, а иногда я отвечаю. Так что ты ему орешь, он в сумке лежит? Нет, бывает, отвлекается. Но резко. Ясно? Можно. Тренируйте друг друга. Ну, как-то, видите, мы не привыкли. Не обязательно. Машка, а ты что делаешь-то? Вы привыкли-то, Марья Ивановна, как у вас дела? А я вас не беспокою, а у вас есть время поговорить? Если ты дала добро человеку, можете ко мне так обращаться, то тут все нормально. А я ему сказал. Я живой мужчина, хозяин меня Антон. Он мне специально провоцирует. Антон Николаевич. А, он писал, чтобы ты не забывал. Конечно. Чтобы ты не забывал. Конечно. А вот к нам никто так не обращается. Так тренируйтесь. Так к Нески. Как к Нески? Вон, зайди в любое это. Самое хорошее, это когда, прежде чем что-то ответить, нужно подумать, что ответить. Если человек начинает думать, что ему ответить. Тогда, естественно, вот этих автоматических высказываний не будет, как у вас. Все это вылетает, как из... А вы сначала подумайте. Вот вам задали вопрос, вы подумали. И тогда уже отвечаете. А не автоматом. Вот так и все. Я когда в видеопоходы ходил три года назад, я прям сам за собой наблюдал, как у меня мысли идут. У меня открывался конвейер, такой вообще колоссальный, я сам удивлялся. Вот ты держишь селфи-палку с телефоном, да? Ты должен слышать все вокруг, отслеживать, куда микрофон направлен, какую, где сейчас человек говорит, как он в этот микрофон, попадает ли его звук, тут говорит, тихо, надо туда направить. В общем, выбираешь еще перспективу, куда направить видеокамеру. При этом смотришь, чтобы стабильно это все было, не дрожала рука, да? Следишь за своими соратниками, кто где находится, где у кого какие руки, чтобы никто никому рукоприкладственную не применил. При этом ты их слушаешь, а не каждый из них говорит, и ты должен это все слышать одновременно, да? При этом ты сам с кем-то разговариваешь. Ты, во-первых, думаешь о том, что ты до этого сказал, вспоминаешь постоянно, о чем я говорил до этого. Думаешь постоянно о том, что ты сейчас говоришь, вот они три потока у меня открыты, и думаешь о том, что ты сейчас буквально скажешь следующим словом. И вот у меня постоянно вот так вот, то, что сейчас говорю, это вот оно вот здесь вот сейчас. В прошлом у меня такая линейка, такая длинная цепочка, и в будущем вот она вот подходит, и я вот каждое слово, вот это не надо, вот это надо, и вот постоянно вот этот конвейер, который вот он движется постоянно, и я его произношу, я его постоянно перебираю. У меня такое впечатление, что я ни черта ничего не понимаю, у всех все понятно. Они все уже определились. У кого такое же состояние? Поднимите руки. Видишь, ты не одна. Нас четверо. Мне кажется, что я одна такая тупая. Не, пятеро. Накладывайте, накладывайте. Сама себе увядающий образ накладываешь. Как ты можешь оживиться, если ты помирать собралась? Мысленно. Я живая. Какая ты живая? Если ты постоянно говоришь, я тупая, я какая-то придурочная. Мой путь закончен и мне это не дано. Ты зачем себе про себя такие слова говоришь? И думаешь так же. А если сказал, значит, ты думаешь так же. А если думаешь так... Вот ты не нагнетай. А я тебе не нагнетаю, я тебе правду говорю. Я уже смог думать об этом буду. Вот, я тебе правду говорю. Я тебе самое главное... Подожди, давай я самое главное поясню. Откуда слова берутся? Прежде, чем произнести слово, ты должна его подумать. Давно уже учеными доказано, что даже если человек мысленно произносит какое-то слово, у него кончик языка двигается так же, как если бы микродвижения происходят, незаметные глазу даже. Можешь сама за собой понаблюдать, все равно язык это мысленно. Вот когда думаешь что-то, у тебя язык микродвижения совершает абсолютно точно такие же, но микродвижения. Как если бы ты говорила эти слова. Отсюда и выражение мысли материально. Потому, что язык отображает каждое твое слово в движении. В микродвижениях. Так вот, слова берутся из мысли. А мысль берется из ощущений. Из души все идет. Произнеся вот это слово, ты сама себе вот этот образ, увядание, загнала в душу. Не верю. Значит, поэтому я то, что не надо, не говорю. Если скажешь, то сглазишь. И этот язык сидит за зубами. А то, что ты сказал, там все это, не верю. Как сказал этот великий режиссер. Дальше. Вольному воле. А? Вольному воле. Да. Потому, что... Переповерьте. А? Переповерьте. Да. Верят тому, что проверен. Это нужно еще почитать эти все. Что ты сказал? Вот отсюда я и говорю, когда человек, допустим, на кого-то, вот ты сказала, я с мечом иду туда. Это не просто слова. Это... Подожди. Это вот обратно отматываем. Да? Раз ты произнесла эти слова, значит, ты и так подумала. Значит, ты и так ощутила. Значит, это у тебя в душе. Ты понимаешь? Ты в душе сходишь с мечом везде. Нет. Это слова из пустышки. Понимаешь? Это для красноречия. Для, знаешь, какого-то словесного там... Не буду говорить никакого слова. Нет. Я работаю... Можно добавить? Я работаю на своем и ствол, да. У меня ведь постоянно, каждый день приходят клиенты. И каждый день они пытаются у меня материться. Я строго-настрого запрещаю материться. Не запрещаю, я говорю, пожалуйста, не ругайтесь. На протяжении многих лет вся моя клиентская база, заходя ко мне в бокс, не ругается. В уходе ругаются, в боксе они не могут ругаться. Или, если он что-то сказал, он говорит, ой, извини, я забыл, ты же не любишь тебя. А что это дает? Что это дает? Чистоту в моем пространстве. Чистоту? Конечно. А что материную с вами? Меня один товарищ съездил к нему на СТО. И он рассказывает. Я говорю, таких историй нигде никогда не видел. Что такое? Обычно там все что-то двигаются. Дай эту хигню. Дай эту фигню. Пошел ты и все такое. Какая-то движуха. А тут все спокойно работают. Там раз тот подъехал, то все. Говорит, как в храм попал. Тишина. Все трудятся, но никакого шума нет. Говорит, еще как в музей какой-то попал. Атмосфера другая. Потому что образ. Образы отрицательные не витают в воздухе. В эфире. Нет. Ну, в некоторые слова можно вложить такую силу какую-то. Да. А в некоторые слова лично для меня, которые я иногда произношу. А произношу я их иногда и много. Но я не вкладываю никакого смысла в эти слова. Они мне так летят и летят. Понимаете? Я и забыла, что и сказала. Я же говорю, надо было видео снимать. Я бы тебе показал, как ты сказала, я с мечом там хожу воевать. Я тебе в глаза. Я прям смотрел на тебя, я видел. Ты прям с мечом шла. Как ты сказала, кто это имел в виду? Я это видел. Я свои глаза еще не вижу. А я вижу. Почаще к зеркалу подходи. Ладно. Я серьезно. Давай не про меня. Давай не про меня. А что не про тебя? Мы говорим не про тебя, а про твой меч. То, что ты сказала. Он останется со мной и будет рядом. Опять двадцать пять. Может, пока да. Можно? Да, пока да. Как мне этот один депутат сказал, что что ты там бегаешь со своим флагом? Я говорю, так я с триколором бегаю. Я же не бегаю с другим. Ну, по ЖКХ у нас там были разборки. Вопросы? Ну, дальше. Мы остановились на растождествении. Дальше там. Что дальше по теме? Ну, вот это самый главный этап. Как только человек растождествится, я готов разговаривать на тему самопределения. Я уверен, что никто из вас не растождествился до конца. До конца, да. Как же до конца? Мы все на начальной стадии сидим. Абсолютно все. Потому что нужно четко понимать. К следующей встрече. Как мы должны... Вы не то, что на первой. Вы даже к первой стадии не подошли. Потому что у вас нет осознания, что надо растождествиться. Мы как бы слышали это. Там что-то там. Там паспорт. Там это. Но реальные шаги. И тем более тестирование. И вот как меня тренируют. Да? Тренировок у вас нет вообще ни у кого. Хорошо. Давай задание. Барахты разбудят ночью. Ты кто? А? Давай задание. Антон Николаевич. Задание. А если ты мне скажешь, ты можешь меня называть Антоном Николаевичем? Назвался Антоном Николаевичем. Полезай в сумку. Называется. Все. Говори. Товарищи. Домашнее задание. Какие товарищи? Все уже это. А кстати, а мы как? Кто тут сидел? Кто? А ты кто? А? А? Обратно. К первому вопросу возвращаемся. Ты кто? Опять двадцать пять. Ты видишь? Ты в себе не разобралась. А тебя интересует, кто здесь собрался? Нет. Как обращаться? Ты опять во внешний вектор внимания направляешь вовне. Внутрь обратись. По себя послушай. В свой внутренний голос. Разум. Кто ты? А вот с души. Души свои. Не знаю. Не найду душу. Никто не знаю. Как? Через знания? Как? Я тебе даю знания. Я читаю. Я смотрю и читаю. Я тебе даю знания. Знаний полно. Я сам все искал. Меня никто не учил. Я тоже ищу и читаю. Ну вот. Применяю. Как получается. При возможности. Ну вот и ответ. Так как к вам обращаться, ёпрсете? Да просто. К нам? Ко всем? Да. Народ. А, народ? Ну да. Ты что не слышала, как я говорю всем? Народ я говорю. Нет, ну это когда заходишь, здрасте, народ. Я всегда говорю. Народ. Где у нас чай? Где у нас стулья? Не обращала внимания? Я слышала. Ну. А что спрашиваешь тогда? Ты как может по-другому построить? Допустим мы задаем вопросы, которые нас интересуют Антону. И смотрим, как он отвечает на эти вопросы. О-о-о. Началось. Началось. Ха-ха-ха-ха. Ты что, меня хочешь пробить что ли? Нет. Ну, просто наглядно будет понятно. Да я понимаю, что наглядно, но я не хочу себя ощущать, как в психушке в отделе, когда мне по три тысячи человек допрос устраивали перекрестный огнем. Я хочу, чтобы вы сами в себе разобрались. Сами себе позадавали вопросы. Не у меня ты спрашивала, как к нам ко всем обращаться. А сама определила, как к нам ко всем обращаться. Сама. Поэтому путь самоопределения называется. А что нам обидно будет, как я буду обращаться? А если будет, скажем. В чем проблема? А как я могу определиться? Переопределишься. В чем проблема? Как я могу определиться? Переопределишься. Это только программы. И роботы не могут сами себя перепрограммировать. Они не могут. Их может только программист перепрограммировать. Ужас один. А ты можешь. Как это нелегко, я вам скажу. Лично для меня. Не знаю. Может, мы уже все переграммировали? Ну, вот как я ко всем обращаюсь. Я либо добрый человек, вот все знают я. Либо добрый вечер, добрые люди. Или там мир всем добрые люди. Ну, вот так вот. Это же нормальное обращение. Это ваши программы. И вам говорят, что это сложно, что это вот так вот нельзя. Это кому-то что-то не понравится. Не произносите даже этих слов тяжелых. Говорите, мне тяжело. Не говорите этого. Не надо этого говорить. Сама на себя опять образы накладываешь. Осознавайте внутри себя. Образ увядания. Лучше помолчать иногда. Просто помолчать и понять, что происходит с тобой. Да. Пойми, добрая женщина, что ты добрая женщина. Да. Вы же прекрасная женщина. Да. Мать. Мать. Представляете? Мать. 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 атеистами. Кто мы? Ну, наше поколение, что нас так обучали. И теперь это все осознать, что это не так. У тебя есть очень большой, как сказать, недочет. Ты постоянно говоришь мы, вы, нас, они. Очень редко говоришь про себя. Я ж не одна жила в этом мире. Сейчас ты здесь одна. Ты вот там на кресле сидишь одна. Там нет никого рядом. Есть рядом кресла, на которых сидят другие люди. А у тебя вот эта коллективная привычка скидывать все на нас, мы, вас, мы, они. А где ты? Отсюда и невозможно сам определиться потом будет, кто ты. Потому что будут мы, нас, мы были религиозны, не были религиозны, атеисты были. Вы товарищи, мы товарищи. А где ты? Вот этот коммунизм, он, по сути, он истребил вот это вот индивидуальное сознание, как они называют. А теперь тебе себя нужно оттуда вытащить. Не надо вытащить, надо осознать. Не надо ничего делать. Не надо ничего делать. Делать ничего не надо. Надо осознать. Вот осознаем. Четвертый этап. Осознать знание. Осознаем. А потом только действовать. А ты все хочешь, надо что-то вытащить, вытащить. Ты еще не осознала. Зачем тебе что-то делать? Нельзя ничего делать. Не осознав. Обманули вас. Да никто не обманул. Это была тренировка определенная. Кто осознавал, прошел элементарно. И ничего не испортилось. Так же осознанным и остался. Нет, но поколение обманывали. Никто ничего не обманывал. Не понимает, что его обманывали, что все на самом деле не так. Вот если это осознать, что все на самом деле не так, то уже из этого можно, как говорится, плясать уже дальше. Когда ты понял, что это оказывается. Конечно. А мы это сейчас получаем маленькими порциями. И когда я это узнаю, что было, и что с нами сделали, извините, как я могу сразу себя перепрограммировать и все осознать. Это вообще... Я в шоке от этого, как всего. И вас обманули. Что ты? В чем ты? Где ты роста? Ты тут же рос, среди нас. Среди вот этого коллектива, среди этой системы. Я сейчас это не воспринимаю как обман. А ну вот ты... Вот я тоже не хочу это пока воспринимать. Я говорю, ты дослушай, ты не услышала. У тебя потребность высказаться, она болеешь. Я говорю, я не воспринимаю это все как обман. Я это воспри... В данный момент я воспринимаю это как уроки учебы. Уроки учебы? Да. Нифига себе. Очень колоссальный опыт, да. Именно. И нет никакого мяча ни в руке, ни за спиной. Хватит тебе про этот мяч. Я уже забыла, ты мне все опять о нем. Очень хороший пример. Прежде чем понять, что это был урок, нужно понять, что тебя, как говорится, обманули. И начать учиться, чтобы до истины дойти. Раз это не так, значит, что-то как-то по-другому, правильно? И вот когда ты начинаешь уже искать, а что же там по-другому, где же-то я, где мой паспорт или так далее, ты уже понимаешь, что да, это был урок, что тебя, когда обманывали, да, и тогда, а вначале ты не понимаешь, что это урок. Так это был урок или обман? Сначала был обман, когда ты осознал, что это тебя обманули. И ты начал учиться, и ты уже в процессе своих познаний, каких-то новых знаний, ты уже понимаешь, что это был тебе урок. Хотя поначалу ты понял, первым надо понять, что тебя обманули, что все не так на самом деле, как ты думаешь. Можно и без обмана это все осознать. Можно сразу осознать, что на самом деле все не так. А вот так пропустить этап обмана. Не осознавать, что тебя обманули. Никто тебя не обманывал. Это был необходимый жизненный опыт. И тогда у тебя вот этот обман, обман это отрицательная негативная эмоция. Ее можно просто исключить. А ты на ней концентрируешься. У тебя обман, обман, обман первый. Первый это обман. Это не факт. Для меня это не факт. Меня никто не обманул. Учили, да. Урок такой. Чего вы так тихо говорите? Я ж потом задолбаюсь. Усиливаю звук. Можно порадоваться. Подождите, подождите. Народ, не говорите одновременно. Наташа хочет сказать. Можно порадоваться, что теперь это знание доступно, что теперь ты это знаешь. Вот. В позитив уйти. Да, теперь я это знаю. Теперь я об этом думаю. Возьми в правую руку шарики, а в левую сладкую вату. Хорошо, хоть не карманный. Можно добавлю. Не наши души приходят, а мы сами души. Мы души. В телах материальных. Это следующий этап. Рано или поздно мы все к этому придем. Для начала нужно хотя бы вот эти пять первых ступенек пройти. А вы уже там пошли куда-то. Это еще, я уверен, что у тебя вот тут вот еще, в этих пяти. Ну, так а куда ты побежал? Ты повтори, чтобы все еще раз записали. Повтори, пожалуйста. Первое. Расторжи действий. Это первое, да? А может, четверть, третье. Ты записала первое? Первое. Второе. Самоопределиться. Третье. Получить знания. А знания где получить? Библиотеку сходить. Из любых источников. Приходите почаще сюда. А что надо? Миряна задавать вопросы. И предусмотрим. Четвертое. Вот правильно говорит. Знания даются через прошение. Любой вопрос – это просьба. Вопрос. То есть, ты не просто вопрошаешь. Ты просишь. Дайте мне ответ. Любой вопрос подразумевает. Дайте мне ответ. Кому я задам. Вопрос подразумевает. Всем, каждому. Я могу сказать на своем опыте, что вопрос необязательно озвучивать даже кому-то задавать. Достаточно его для себя записать, задокументировать. Даже на смартфоне. Даже мысленно задавать вопрос один и тот же. И ответ придет. И может другой человек этот вопрос задать. И вы получите у него ответ. Ответ придет. Рано или поздно. Четвертое. Последнее. Да. Ну, ты сказал четыре. Пять. Ты видишь, увядающий механизм. Ну, что я могу лишь поделать? Так, не вижу. Четвертое. Ну, все, говорит, последнее. Четвертое, последнее. Зачем мне пятый? Ну, ладно, не запомнила. А может быть и шестой будет, я не знаю еще. Ну, давай. Она уже все определила. Пластер Шифу, давай. Четвертое. Осознать эти знания. Пятый. Применить. Применить полученные и осознанные знания на практике. Действовать. Действовать, да. А под словом действовать имеется в виду вообще все. И говорить, и руками двигать, и в суды ходить, и с людьми разговаривать. Любое действие. Прежде чем делать, нужно вот эти четыре этапа пройти. Четыре ступеньки. Слушай, вопрос. А вот когда прокуратура приходит, ну, я хожу где-то. Бумажки, которые они все любят. Она говорит, ну, дайте документ ваш. А я говорю, а нету документа у меня. А как я вас должна записать? Я говорю, а как заявление написано, так и записывайте. А если она будет так это мне настаивать, напрягать, типа, не покажете документы, мы с вами разговариваем. Что делать? Знания. Ну, я тебя спрашиваю. Ну, я тебе говорю, это относится к третьей ступеньке. Отсутствие знаний. Ты не знаешь, что делать, и они не знают, что делать. А достаточно почитать. Да ем я. У меня невеста юристовала. Я говорю, а что, вы в институте этому не учили? Она говорит, ну, было там несколько, ну, зачет мы сдали и забыли это все. А это применяется. А возврате имущества так и называется ведикационный. Если набрать в интернете, что такое ведикационный, то это понятие из римского права. Отрицательные факты не доказываются. Это тоже из римского права. Все применяется. Все из римского. Это кирпичики юриспруденции. Римское право. У меня вопросов нет. У кого будут вопросы? А это и есть вопросы. Говоришь, нет вопросов. Ты там про прокуратуру что-то спрашивал. А ты сказал, что типа применяй знания. Нет, напомни ситуацию. Двух слов. Я прихожу в прокуратуру. Приношу заявление. А, ясно, вспомнил. Да. Она мне говорит, документ покажи. Я говорю, напишите вот то, что в заявлении написано. Я там себя персценирую. Типа живая женщина собственным именем. Там, траля-ля, топаля. Она говорит, а как я должна вас идентифицировать? Я говорю, ну, вот как хотите. Я говорю, я же у вас не спрашиваю. Документы. Я верю, что вы, типа, полковник сидите перед отмойкой. Ну, она говорит, а... Я думаю, не приму у вас, типа, это все. Основания для отказа. Документы не показала. Кто я? Основания для отказа. Документы я не показала. Сошлитесь на норму права. Ну, понятно. Сошли, непонятно, сошлитесь на норму права. Ну, хорошо, что вы не говорили. Вот, это, постоянно смотрим YouTube-каналы этих, кто просрочкой занимается. Их очень много. У них тоже, они вызывают полицию, там, участковых, следственные группы оперативные. Они приезжают, говорят, мы, говорят, хотим написать заявление, пишите за нас. Они говорят, ну, хорошо, сейчас будем писать. Давайте ваш этот, паспорт. Основания. Ну, мне же как-то надо вас идентифицировать. Заявитель не обязан показывать паспорт. Отрицательные факты не доказываются. Очень грамотно общаются. Он говорит, ну, а как вас идентифицируют? Со слов. У вас Колокольцев сказал, что нет оснований не доверять заявителю. Ну, вот, со слов пишите. А что считается отрицательным фактом? Я не обязан показывать вам паспорт. Для составления заявления. Не обязан. Не. Отрицательный факт. А если он хочет опровергнуть этот отрицательный факт, он должен сослаться на норму права. И когда они говорят, ну, как, я же должен, у вас паспорт, вы обязаны предъявить. Он говорит, сошлитесь на норму права. Все. В никуда. Нету нормы права, знаешь, не обязан. Все. Нечем доказать отрицательный факт. Я не обязан предъявлять вам паспорт. Для подачи заявления. Вот и все. Отсутствие знаний. Элементарно. Знания мало получить. Вот я тебе сообщил, да, тогда есть. Есть день рождения, есть дата рождения. Это знание. Но чтобы осознать, что с этим делать, и как это применять, и где, в каких случаях. Применимо к себе и к персоне. Это нужно осознать. А потом только действовать. Нельзя обнять необъятное. Это раз. Потому что... Можно. Потому что оно объятное. В моем понимании. А в твоем не объятное. Я не могу знать все законы во всех отраслях, которые вокруг меня связаны. В торговле, в строительстве. А их и не обязательно. Чтобы прийти и разговаривать на уровне знаний, законов. То-то я что-то должна знать. А просто так, вот так... Ну, я считаю, что я не могу обнять необъятное. Все знать необязательно. Мы сейчас обучаемся. Как раз. Важно знать ключевые моменты. Вот я когда еще, не знаю, еще в детстве когда-то открыл какой-то словарь. Не помню. По-моему, на компьютерную тематику. Такая здоровенная книжка была. Листов 500, наверное. И там предисловие. Я никогда предисловие не читаю. Но тут почему-то решил почитать. И там написано. Вся информация делится на два типа информации. Первое. На саму информацию. И второе. На ту информацию. Которое гласит о том, где найти эту информацию. Источники. То есть, ссылки на информацию. Вот я запоминаю ссылки на информацию. Это намного проще. И когда у меня возникнет вопрос какой-то, я через ссылку найду саму информацию. А ты хочешь сразу всю информацию изучить. Неправильный подход. Никогда не получится. Я не говорю, что я все сразу изучаю. Так вот, я тебе дал знания. Помог немножко их осознать. И теперь ты можешь их применять. На рабочем столе. Вот компьютер очень помогает понимать, как вообще устроена система. На рабочем столе в основном находятся ярлыки. Не сами программы. А ярлыки. Со ссылкой на то место на диске, где оно хранится. Если ты откроешь диск через какой-нибудь файловый менеджер, ты там заблудишься. Где что лежит, какие папки и так далее. А на рабочем столе хранится всего лишь один маленький релычок. Именно на тот файл запускной. Вот, допустим, программа установлена в папку. Очень далекий путь. Там программ файл. Там какая-то папка. Еще под папкой. Еще под папкой. И там куча файлов. У этой программы очень много. Есть картинки, есть описание, есть базы данных. Там много всяких файлов. А запускной основной файл программы один. И вот на рабочем столе хранится один маленький релычок на эту программу. А если ты залезешь через файловый менеджер и попытаешься. А еще, если ты посмотришь, скажем так, информацию в том виде, какую процессор видит, состоящую из нулей, единиц, то ты там вообще ничего не поймешь. А компьютер тебе помогает нулей, единицей преобразовать сначала в символные цифры, биты, потом в виде файлов, ну, грубо говоря, потом в виде запускной программы, экзешника, а потом уже в виде ярлыка тебе вот на рабочем столе. И ты видишь, что только ярлык маленький. Все, ткнул, все, запустилась программа. Вот это ссылочная информация называется. Тебе не надо знать всю эту байду, которую я тебе рассказал. Тебе достаточно знать, что достаточно нажать на ярлык. И ты запустишь программу. Все. Все, я вижу, достаточно. Мне достаточно. На сегодня. Мы тебя полностью поддерживаем. Ты у нас вожак стаи. Я? Да. Ты что, себя в животное не записал? И нас в том числе. Я против. Ты же сам говорил, что ты живой мужчина. Живой мужчина в составе стаи? Где осознанность, народ? Или ты в шутку сказал? Ну, условно, да. Почему нас не трогают? А? Почему нас не трогают? Потому что мы банда. Это программное мышление. А ты-то ходил по поездке, нет? Я не пошел. Пускай с их стороны посмотрят, какие действия будут. По поводу чего? Меня же останавливали там. Ну, я территориальность прописал там. Я практически нигде не расписывался. Территориальность прописал СССР, СССР. Смотрим, что они там скажут. И то они даже не протокол составили, а лист. Объяснение? Нет. Я его сфотографировал, кстати. Сейчас скажу, как он называется. Объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности. Объяснение. Да, и вот здесь я как раз это самое прописал. СССР, СССР. Территория. Ты написал, что это не лицо? Вину не признаешь? Нет, ничего такого не писал. Я тебе не говорила? Мне пришел ответ со следственного комитета по поводу переименования РССР-ВРФ. Не помню. И что там? Что ваше, значит, сообщение. Ну, я там писала сообщение о преступлении, предполагаемом. Кстати, знаешь, как указала по имени на родине, что ли, что-то такое, 10-80 какая-то. Мне написали, что ваше сообщение направили в Верховный суд Российской Федерации. И тут же Российский, этот Верховный суд присылает мне тоже ответ, что воссылаем вам назад ваше сообщение. мы некомпетентно рассматривать, значит, те вопросы, которые мы поставили в этом сообщении. Надо было в прокуратуру обжаловать. Они обязаны по подведомственности отправить туда, кто компетентен. Я в прокуратуру написала, отправила этому Краснову и в Следственный комитет Бостренкова. Так что и те, и те подошли. А что ты отправила? В 5.59? Ка? Нет. В совершенном преступлении захват... Нет, ты отправил в прокуратуру. Прокуратуру отправила в Верховный суд. Отдельно отправила в прокуратуру РФ Красновой, отдельно отправила в Следственный комитет. Следственный комитет переправил Верховный суд с прокуратурой. Его, наверное, прислали, не знаю, еще не открывал, а конверты какие-то... Слушай внимательно. Ты направил прокуратуру в Следственный комитет. Тебе подправили в Верховный суд. Верховный суд тебе напрямую ответил, что мы некомпетентны. Надо было на Верховный суд писать в прокуратуру по 5,59 КАП РФ. Что-то 5,59? Да. За не ответ, короче. Не предоставление информации. Тоже знание. Я об этом говорил. У меня есть видео. Я уже купила Кодекс КОАП. У меня уже Гражданский Кодекс. Вот это знание. И вот это ношу с собой у сумки. Вместо рецептов на пироги. А применять не умеешь? А знания нет. Ну как применять? Прежде чем применять, можешь почитать. А я что тебе юридический институт заканчивал, чтобы сразу моментом на ходу применить это? А как применять? Я рассказываю. Вот. Видео на два с половиной часа. Секреты переписки с системой. Ну да. Это ж нужно временно это. Нужно всё это учить. Всё на сегодня? Отлично. Вопросы? Свободная тема. Расскажи вот про эту женщину. Помнишь, мы в прошлый раз были, когда она на громкой связи была с грамматологией. Мне сказали, что ещё одна была смерть, да? Не её, я надеюсь? Не знаю. До сих пор не знаю. Давай у тебя весело. Давайте. Чего у тебя весело? Да я тут уже всех достала своими вопросами. Нет, у тебя очень хорошо получается. Через твои вопросы я полагаю, что на 80% вопросов ответил всех остальных. А дальше детали. На основные вопросы ты задала. На основные ответы я дал. Для первого раза достаточно. Главная задача – растажь действий царь. Вот пример хороший. Телефон и стакан. А нам говорят, это одно и то же. Стакану показывают, телефону говорят, «Ну, это же ты? Вот тут же твоё фото. Вот, смотри, вот мы тебя сфоткали. Это же ты?» Вот хороший пример. Женщина мне рассказала с собой, как она в полиции всё это оформлялась. И теперь до меня дошло. Да. Что дошло? Вот. Когда будут устанавливать, кто есть кто. Как она вам показала. Это частный случай. Таких случаев, таких путей миллионы, триллионы. У вас не обязательно будет такое, нет. Да. Вариантов триллионы. Да, не обязательно, как у вас. Мне главное, что я услышала пример. Понимаете? Ситуацию, что с вами… Система работает с персоналом. Она не видит. Я знаю это, да. Поэтому… Просто вам нужно не подтверждать вот то, что они на вас оставляют. Так, правильно? Соборота-то. Ну, то, что мы тоже детстве не перестали. Отрицательные факты не доказываются. Ваше дело опровергнуть, отрицать. В отрицаловку идти. Я не стакан. Просто одно дело теория, а другое дело практика. И когда… Я не телефон, я не стакан. Я живой мужчина. Ну да, верю. Веришь? Главное, что потом не растеряться. А в что веришь? В стакан или в телефон? В тебя. В меня? В себя могу. Вот тебе, обраточка. И очень правильная обраточка. Ну все, давайте. А то, смотри, вы тут все закипели прям. Сниму уже. Да, поднимаем. Сниму уже. Продолжение следует... Сниму уже. Отлично. Продолжение следует...